История 37-й школы В музее телеграфному делу, азбуке Морзе и работе на радиостанциях за несколько месяцев в невероятно трудных условиях военного времени из еще вчерашних школьников готовили солдат и радистов. Отсюда выпустили порядка 12 тысяч специалистов. После войны за парты снова сели дети, а в 75-м в этом кабинете создали музей боевой славы восьмых радиотелеграфных курсов. Сейчас здесь хранятся действующий телеграфный аппарат Морзе, катушка связиста и восстановленный патефон 40-х годов. Кроме того, в музее есть так называемая крупорушка. Это небольшая машина по очистке и переработке зерна в крупу. Ее соорудили курсанты, чтобы готовить себе еду в голодные военные годы. Особенно детям это интересно, потому что младшее поколение, ну и старшим тоже они очень много, кто приходит из таких уже взрослых, как 40-50 лет, тоже они для себя очень много нового узнают. Школьники с особым интересом и трепетом относятся ко всем экспонатам. На основе материалов музея они пишут творческие работы и рефераты. Да, это безумно интересно. Здесь мы познаем что-то новое, здесь мы открываем для себя новые знания, новые границы, горизонты. Музей неоднократно побеждал в городских и региональных конкурсах. Учащиеся работают над проектами, посвященными хранилищу артефактов. Мэри Илчан Василий Колдашов, События.